Станислав Сергеевич, есть что добавить? Скорее вопрос. Я вот думаю, какова это будет нагрузка на экономику, на бюджет, на бюджет каждой семьи, каждого гражданина? Ну дорого, да. Вот 14 миллиардов, скажем. Оправданно ли это? Станислав Сергеевич, мне кажется, что вопрос, который мы будем решать на выборах президента, я уже говорил, речь не столько о конкретных людях идёт, речь идёт о выборе стратегии развития нашего государства. Это очень важно. И нужно сделать всё, чтобы к минимуму свести попытки наших оппонентов делегитимировать эти выборы. Да, это дорого. Но вот, как и доложил министр, мы исходим из того, что после того, как эта система будет создана, она не будет разобрана и выброшена на помойку, а будет использована государством, муниципалитетами, школами, библиотеками для своих нужд. То есть, по сути дела, будет служить людям. Ну, надо же понимать ещё и то, что одни эти веб-камеры не решают проблему, честные будут выборы или нечестные. Потому что дело не в одних, только в манипуляциях с подсчётом голосов или с бюллетенями есть и какие-то другие аспекты. Ну, к примеру, подкуп избирателей. Ну, а мне тамбовский губернатор жалуется, говорит, ну что, приехали какие-то бритоголовые, лексикон известный, вы 5 декабря все будете, и начали просто в наглую подкупать избирателей. 200 рублей, мы на них подали в суд, дело заглохло. Ну, предположим. Ну, согласен. Потом, вы говорите, в рамках закона. В рамках закона, да, но нужно ещё, выборы могут быть честными, если они будут проходить в рамках нравственного закона. Посмотрите себя, как вели себя многие представители партии на предыдущих выборах. Это ведь и прямые оскорбления, и клевета, ничем не доказанные. И один вообще с наручниками ходил. Ну, что это такое? Мы же не верхняя вольта. Мы цивилизованное государство, парламентское. Ну, на нас смотрит весь мир. В конце концов, это не только оскорбление своих оппонентов, это оскорбление всего народа. Ну, как это можно это смотреть? Это ведь представители политических партий. Поэтому у меня есть предложение. Я думаю, что этим должна заняться общественная палата. Создать при общественной палате нечто вроде комиссии по этике, представители которой могли бы сделать замечания во время дискуссий, выступлений. Вот я должен сказать, что это я внимательно следил за дебатами. И это не для того, чтобы похвалить самого себя. Но я скажу, что от представителей Единой России я ничего подобного не слышал. Это всегда было корректно в рамках джентльменского и парламентского поведения. А другие перебирали до такой степени, что просто хотелось туда залезть в экран, схватить его за шкирку и не знаю, что сделать. Кроме того, интернет. Я не знаю, я тут ничего не понимаю. Ну, тоже, наверное, есть способы какие-то бороться. Вы посмотрите, что в интернете. Ведь и клевета, и абсолютно недоказанные вещи, и мат, и прямые призывы к свержению государственной власти, и разжигание межнациональной розни. Ну, то есть, организовать честные выборы, это не значит только поставить камеру. Вот если мы все эти аспекты продумываем, а я многих не сказал, потому что просто еще на ум не пришло и не изучал этот вопрос. Вот если мы продумаем все эти аспекты, тогда, да, мы можем организовать прозрачные в рамках закона и нравственного, в частности, выборы. А в качестве, скажем, какой-нибудь полумеры, возможно, я опять-таки не знаю, стоит ли, может быть, стоит в эти выборы опробовать эту систему только на отдельных участках и в отдельных городах, чтобы так не напрягать наш народ, который и так нелегко живет. Опробовать нам в некоторых городах, на некоторых участках, потому что сами по себе камеры эти выборы прозрачными и честными не сделают. Извините за длинный разговор. Да, Сергей Сергеевич, конечно, Вы правы. Что касается морально-этической стороны дела в ходе наших предвыборных процессов, то здесь, конечно, многое желательно было бы поправить, но в явочном порядке это сделать невозможно. Это, как мы с вами понимаем, всё, что мы видим в ходе предвыборных кампаний, это проявление общей культуры нас самих. Спасибо. 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 Спасибо.